Ладно, мы продолжаем лекцию, посвященную стахастическому интегралу бита. И в прошлый раз мы остановились с вами вот на чем. Мы рассматривали венеровский процесс. К нему поток сигма-Алгеб, ФТ им порожденный, то есть это было наименьшее сигма-Алгебо, порожденное значениями процесса до момента времени ФТ. Мы рассматривали ступенчатые функции следующего вида. Это была сумма по К от нуля до Н-1. Альфа К на индикатор отрезочка ТК, ТК плюс 1 от С. Вот такие функции мы рассматривали, где случайные величины альфа Кт были измеримыми относительно сигма-Алгебры от ФТ Кт. Оказывается, вот для такой случайной функции Ф от С определенный естественным образом интеграл от нуля до Т, Ф от С, Д, ДУ, С, как естественно. Но это же ступеньки, поэтому мы просто берем сумму значений альфа Кт, и соответствующий превращение ДУ. Если там Т меньше какого-то из вот этих узелков, ну там брался кусок отрезка или отрезок общий. Так вот, вот это оказалось Мартингалл. Его характеристика в момент Т, это был интеграл от нуля до Т, Ф от С в квадрате ТС. Ну, сообразно этому, математическое ожидание квадрата, это было просто математическое ожидание интеграла от нуля до Т, Ф в квадрате ТС. Мы это выписали. Ну, а само математическое ожидание получившегося процесса в каждый момент времени Т равнялось нулю. Вот. И это натолкнуло нас на мысль, что, по-видимому, интеграл может быть определен в результате предельного перехода вот относительно такой вот нормы и для гораздо более широкого класса функций случайных, например, для таких, которые могут быть приближены ступенчатыми функциями такого типа в среднем квадратическом. Здесь мы с вами доказали интересную лимму. Она была совершенно детерминированная, но, тем не менее, подпалкивает эта лимма нас к мысли о том, что класс случайных функций, которые мы сможем интегрировать, достаточно широк. Лимма звучала вот так. Итак, мы устроили специальные линейные операторы, действующие на функции из L2. Я рассматривал отрезок 0,1. Понятно, что это совершенно непринципиально. Какой отрезок брать? Итак, я беру отсюда функцию F и ставлю ей в соответствие ANF от T, равная N сумма OK от 0 до N-1. Интеграл от K поделить на N до K плюс 1 поделить на N. Здесь F от S до T S умножить на индикатор отрезка K поделить на N. K плюс 1 поделить на N от T. То есть мы, вычисляя такую функцию, мы исходную усредняли по отрезкам равномерного разбиения. Вот это усреднение интеграл по отрезку умножить на обратную длину отрезка. И полагали вот как раз вот это значение амплитудой ступеньки соответствующей. Так вот, мы в прошлый раз доказали, что AN сильно сходится к единичному оператору при N, стремящемся к бесконечности. Вот это лимонам было доказано. То есть, что за любой функции F, AN сходится к F, ANF сходится к F в среднем квадратическом. Почему такая лимонам важна? Ну, вот как бы она нас убеждает в том, что смотрите, как все хорошо. Мы можем приближать ступенчатыми функциями любую. Ну, значит, если мы теперь возьмем какую-нибудь функцию случайную, то тоже вот напишем такие усреднения, и вот у нас появятся ступеньки подходящие. Так, но вот что здесь нехорошо. Мы, когда доказывали эту лиму, имели дело только с детерминированными функциями. Теперь, если функция у нас случайна, не очень понятно, как обеспечить для вот этих вот интегралов, ну, с КН вместе, они же будут играть роль альфа-каты, как обеспечить условия того, что альфа-к является F, K, N измерим. Вот. Ну, вот как-то непонятно. И предложение мое состоит в том, чтобы немножечко, перед тем, как переходить к случайным лимонам, немножко вот эту функцию модифицировать, немножко этот оператор модифицировать. Я построю похожие операторы, но чуть-чуть другие. Итак, по-прежнему у меня есть функция из L2, по-прежнему есть разбиение равномерное, но я по нему устраиваю новый оператор. Для того, чтобы его устроить, давайте договоримся, что вот такая функция из L2-0-1, она на самом деле определена на отрезке минус один один. Каким образом? А я вот так их продолжу, но самым тривиальным. Вот у меня будет координатная осень. Вот здесь, на 0,1. Это какая-то там может быть функция совершенно сложной природы. Вот это была исходная функция F. А вот тут на минус один ноль я буду считать, что она просто тождественная. Вот так что с ней произошла такая интересная вещь. Она по отношению к этим функциям, ну как бы стала определена на более широкой области определения, однако значение на этой новой области определения здесь на добавке равны нулю. Вот, и теперь я попробую поступить вот как. Я напишу AN с волной, AN с волной от F, T. Он-то будет определен для T. Вот эта функция новая, она будет на 0,1. Так что T я беру сейчас из отрезка 0,1. Это будет такая вещь, это будет по-прежнему N. Здесь по-прежнему стоит сумма по K от 0 до N-1. Вот здесь будет интеграл такой. Интеграл от K-1 поделить на N до K поделить на N. Здесь F от S до S умножить на индикатор того отрезка, который у нас был. K поделить на N. K плюс 1 поделить на N от T. Вот так. Посмотрите, пожалуйста, что поменялось по сравнению с предыдущим линейным оператором. Поменялся отрезок, по которому мы проводим усреднение. Вот на этой же картинке это нужно показать. Если вот это было разбиение, то теперь, вычисляя высоту ступеньки, скажем, вот на этом отрезке, я что делаю? Я усредняю функцию здесь вот, на этом отрезке. Посчитал площадь раздрянную. И вот это то среднее из этого отрезка посчитанного ставлю сюда. То есть я как бы сдвинулся немножко назад. Но вот в остальном эти операторы установлены точно так же. Поэтому доказательства я не повторяю. Ничего тут нового не появилось в этом доказательстве. И по-прежнему мы можем утверждать, что в этом пространстве 2.0.1 имеет место сильная сходимость АН с волной к единичному оператору. При настремляющемся к бесконечности. Чем же так хороши у нас вот эти операторы вместо тех, которые мы обсуждали? Вот, теперь мы можем рассмотреть класс случайных функций, который получается естественным образом. И который мы можем теперь пытаться приблизить нужными ступенчиками случайных функций. О чем я говорю? Ну предположим, что мы с вами собираемся рассматривать дифференциальное уравнение для динамических систем со случайными возмущениями. Где эти случайные возмущения описаны венеровским превращением венеровского процесса. Таким образом мы себе представляем, что наверное уравнение будет иметь какой-нибудь вот такой вид. Здесь привычные нам слагаемые, относящиеся к детерминированному случаю. Плюс B, X, T, D, W, T. Вот, здесь-то у нас с вами и возникнет нужда в интегрировании, возникнет нужда в интегрировании, вот, которое мы сейчас и пытаемся провести. Вот, но что такое будет сейчас, что такое будут сейчас компоненты уравнений? Давайте подробнее. Итак, X, T, это будет положение системы, да, положение системы, частички, можно говорить, пока это не существует, частицы, частицы в момент T, в момент T. А, отвечается, внешние силы, да, внешние силы, так, W, D, W. Это за шум, давайте я напишу более подробно, W, D, W, T, шум в момент T, так, вот. Вот, если мы вот согласимся с таким вот описанием, с таким вот описанием элементов, ну, нашего, полагаемого уравнения, то совершенно будет естественно сделать вот какой шаг. Сигма-ангебр, F, T, да, помните, мы их в Вильюже сегодня напоминали, это сигма-ангебр, порожденное значением венеровского процесса до момента времени T. Вот, можно сейчас фриктовать как весь знание о всем прошлом шуме, да, то есть это информация, информация о прошлом шуме, так, прошлом шуме. Шума, перешел в прошлом шуме, вот. Ну, а тогда, давайте подумаем, откуда может взяться случайность в XT. Ну, вот, если мы там детерминированным образом стартовали, ну, вот, хороший пример, например, вот, стрельба из винтовки в горах, да. Почему я говорю в горах? Потому что там очень трудно учесть потоки воздуха. Это может быть какой-то постоянный ветер вдоль ледника, вы приближаетесь к скале, там оно начинает подниматься вверх, потому что оно нагрело солнцем, да. А где-то есть участок такой черной тени, где наоборот поток воздуха меняется. То есть вот все эти вещи учесть сложно, а когда мы стреляем на расстояние большое, около километра и дальше, то они начинают влиять на полет пули, да. Ну, вот это, вот, редкие охотники это знают, вот. Так вот, я еще раз хочу сказать, что этот пример показывает, что случайность в XT, ну, вот, в основном берется за счет вот этого самого шума. А поэтому, естественно, совершенно считать, что XT это вещь, которая измерима относительно FT. То есть, зная шум, мы вот как бы вот всю случайность, которая будет в нашем отклике, тоже знаем. Вот, то, раз так, то вот у нас появился уже класс случайных функций, которые мы будем интегрировать. Значит, вот здесь, когда мы напишем вместо формального дифференциала интеграл, у нас под знаком интеграла будет стоять случайная функция, которая как бы согласована с вот этим вот потоком сигмала. порожденна нашим шумом. Вот. Вот отсюда появляется следующее определение. Мы будем рассматривать с вами, строить интеграл фитера для вот таких вот функций. Давайте я буду считать, что вот случайная функция, для которой мы строим интеграл, удовлетворяет, ну, случайная функция, 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 F, T, T принадлежит 0,1. Ну, давайте она 0,1 устроит. Дальше мы сделаем обычную поговорку по поводу любого отрезка. Вот, удовлетворяет следующему... Первое. Математическое ожидание. Интеграла от 0 до 1, F от S в квадрате, F, меньше предуская. Эта условия доз уже появлялась, да? Помните, для ступенчатой функции вот это как раз без M была характеристика, значит, вместе с M, это там от ожидания квадрата того интеграла, который мы получим, да? Вот, так что это нормально. Больше того, вот такие функции мы и умеем приближать. А вот второе условие мы только что обсудили с вами, откуда берется. Итак, если я рассмотрю сейчас сужение F на интервал 0, T, то есть что это такое? Это случайная функция, но на интервале 0, T, да? Я только ее рассматриваю, так? Так вот, это сужение, как случайный элемент пространства L2, 0, T, если угодно, L2, 0, 1, если продолжим нулем после T, является измеримым относительно F, T. И так происходит для всех T, принадлежащих 0, 1. Ну, иногда говорят, что случайная функция F согласована с потоком сигма-алгебры F, T. Мы тоже такой теже будем употреблять. Вот, допустим, что наша случайная функция удовлетворяет этим два условия. Тогда смотрите, что происходит. Вот я попробую сейчас использовать условие 2. Вот если я именно для такой случайной функции построю оператор AN с волной от F. Это что? Это будет ступенчатая функция, да? То есть я могу сказать, что это сейчас сумма по K от 0 до N-1 альфа-K на индикатор отрезочка K на N, K плюс 1 поделить на N. Вот, ну и теперь случайные величины альфа-K уже будут обладать новым свойством. Вспомните, альфа-K это было что такое? Это было усреднение, то есть может такой появлялся. Здесь K минус 1 поделить на N, здесь K поделить на N, F от S до S. Значит, я при вычислении альфа-K использую значение F в точках временного аргумента меньше или равное, чем K. Так, вон условие, значит, я могу сказать, что сейчас результат будет F, K, N измерим. Вот, значит, мы добились того, что нужно, да? Мы что-то знаем, мы только что с вами убедились. Вот это в среднем квадратическом F приближает. Вот эти получившиеся амплитуды ступенек, такие как нам надо в конструкции нашего интегратора. Следовательно, я сейчас могу перестроить интеграл от вот этих функций. Ну и я рассчитываю, что поскольку амплитуды сходились к F, то и соответствующие интегралы тоже будут сходиться. Ну давайте в этом убедимся. Куда-то, куда-то. Давайте попробуем в этом убедиться. Итак, построим новые случайные процессы, связанные с АНФ по формуле. АНФ от S до WS. Вот мы построили такие вот процессы. Т сейчас бегает по отрезку 0,1. N больше 0. Давайте посмотрим на свойства, получившиеся последовательности. Что это за случайные процессы? Значит, что же получается? Первое. MN – это FT Мартингал. Так. FT Мартингал. Мы это знаем. Второе. Характеристика. MN в точке T. Это есть интеграл от 0 до T. А с волной F от S в квадрате DS. Третье. Математическое ожидание. MN – это T равно 0. Ну и давайте отдельно выпишем, хотя это является следствием второго свойства. Отдельно выпишем математическое ожидание. Интеграл от квадрата, да? Вот. Значит, 4. Математическое ожидание. MN от 1 в квадрате. Это что есть? Это есть математическое ожидание. Характеристики в точке 1. То есть, это есть математическое ожидание. Интеграл от 0 до 1. А с волной F от S в квадрате DS. Вот так. А M. Ну, вот так вот. Это есть у нас. И нетрудно понять, что те же самые свойства сохранятся, если я рассмотрю такую разность. МН минус МЛ. Это тоже партингал. Для него будет вот так. Только здесь будет стоять АН минус АЛ. Здесь будет стоять МН минус МЛ. Здесь будет стоять разность в квадрате. Ну и там разность соответствующих операторов. Вот. Вот так. И свойства номер 4. Я могу сделать заключение. Что имеет место вот такая вещь. Такое вот математическое ожидание. Стремиться к нулю. При НЛ стремящемся к бесконечности. Ну а теперь давайте вспомним, что это у нас мартингалы. Причем непрерывные мартингалы, как мы помним. И мы знаем, что вот такое выражение, благодаря неравенству Дуба, является оценкой на математическое ожидание квадрата супреома разности по 0,1. То есть вот отсюда следует, что математическое ожидание. Ну давайте максимум писать, но помним, что это непрерывные. По 0,1. Здесь ННТ минус НЛТ. Сейчас делаю в квадрате. Стремиться к нулю. При Н и Л стремящемся к бесконечности. Отсюда следует сразу несколько вещей. А именно, что существует случайный процесс. МТ, Т принадлежит МРН. Такое что? Первое. МТ не ПРН. Ну, обратите внимание, максимум сходится, ну значит деваться некуда будет. Это самая непрерывность. Второе. Второе. Математическое ожидание максимума. По 0,1. МНТ минус НТ. В квадрате. Будет. Стремиться к нулю. При Н стремящемся к искренне. Третье. Ну, раз так, и допредельные процессы были ФТ-маркингалами, ну значит и предельные будут точно таким же. Я напоминаю. Если у меня есть последовательность случайных величин, измеримых относительно СИГМАЛОЕГО ФТ, то ее предел тоже измерим относительно СИГМАЛОЕГО. СИГМАЛОЕГО, да, вот, предел в среднем квадратическом. Мы говорили о том, что мы, если надо, считаем пополненность СИГМАЛОЕГО, то есть события вероятности 0 там лежат. Вот, то есть будет нужная согласованность. Дальше. Переходить к пределу при наличии L2 сходимости под знаком условного матожидания можно. Значит, получившийся процесс является маркингалом. Маркингал. Ну и сохраняется свойство, сохраняется свойство вот какое, именно, что математическое ожидание L2 равно 0,5. По поводу характеристики, точно так же при переходе к пределу в среднем квадратическом сохраняется все. Значит, мы можем сказать, что характеристика L от T будет равна интегралу 0 до T F от S в квадрате T S. Почему я сразу написал тут F от S? А это как раз предел правых частей. Шестое. Математическое ожидание M от 1 в квадрате равно математическому ожиданию интеграл от 0 до 1 F от S в квадрате T S. Ну, мы построили, как бы, такой интеграл. Естественно назвать. Давайте я вытру и запишем. Естественно, назвать то, что получилось интегралом. M от T это и есть как раз и есть по определению интеграл от 0 до T F от S D до B S. Вот. И процесс обладает, ну, большим количеством хороших свойств, которые мы только что перечислилим. Что здесь нужно отметить? Ну, естественно, возникает такой вопрос. Ну, а допустим, мы остались в том же классе случайных функций, но придумали какие-то другие ступенчатые функции, которые будут как-то сходиться. Ну, в результате вот свойства 6, в результате свойства 6 и свойства 5, мы понимаем, что как бы результат, то есть предел будет тем же самым. То есть на самом деле мы просто подобрали удобно. Я вам продемонстрировал, как ее построить. Последовательность ступенчатых функций, которые F приближают. Вот. Можно было сказать так. А пускай какая-то последовательность, как ее сходится, тогда определим так. Вот. Но мы еще попутно ответили на вопрос, что, во-первых, такая последовательность, хоть одна-то и есть, мы ее предъявили. А во-вторых, мы сказали еще, что этот предел не будет зависеть от выбора этой ступенчатых функций. Вот. Ну вот, иногда вот это вот свойство, иногда вот это свойство в литературе называют свойством изометрии ИТО. И пишут все-таки в терминах интеграла. Давайте мы запишем на всякий случай, вот, чтобы можно было читать разные учебники. Математическое ожидание интеграла от 0 до 1. f от s до b в s в квадрате. Вот оно, m от 1 в квадрате, равно математическому ожиданию. Интеграла от 0 до 1, f от s в квадрате, ds. Ну вот, собственно, у нас уже на руках является, есть интеграл от согласованных случайных функций, интегрируемых с квадратом, и можно начинать писать какие-то формулы, подбираться к решению раута. Ну, наверное, стоит начать с того, чтобы вычислить хоть какие-нибудь интегралы ИТО. Я напоминаю, это конструкция интеграла ИТО, так мы ее и называем. Вот, это интеграл ИТО по Венеровскому процессу. Я не всегда буду употреблять полное название, буду просто говорить интеграл по Венеровскому процессу, поскольку где-то у нас, может, появятся еще другие типы интегралов, но это в будущем. Пока он один, но можно говорить просто интеграл. Вот. Так что, давайте повычисляем теперь. Явным образом посчитаем какие-то интегралы, может, хоть что-то считается. Значит. Ну, один интеграл мы точно уже... А именно интеграл от нуля, тут и единица ДВС равен ДВС. Вот. Ну, вот как-то такой интеграл у нас уже есть. Давайте попробуем вычислить вот интеграл от нуля до ДВС ДВС. Ну, здесь меня надо остановить. Почему? Потому что мы должны перед тем, как приступать к вычислению, проверить, что то, что тут стоит, это функция, удовлетворяющая условия, при которых работает конструкция интеграла ДВС. Значит, мы должны проверить две вещи. Первое. Это то, что математическое ожидание интеграла от нуля до единицы ДВС в квадрате ДВС. Меньше плюс конечностей. Вот. Но это сейчас можно просто явно посчитать, да? Тут все не отрицательно. Я пользуюсь темой Фубини в ее лучшем, самым простом варианте, когда там стоит не отрицательная функция. Мы не думаем о конечности интеграла, мы просто можем переставлять их в любом порядке между собой. У меня получится такое. Это будет интеграл от нуля до единицы. Математическое ожидание дугу С в квадрате ДВС равно интеграл от нуля до единицы С ДВС и равно 1 вторая. Так что в этот раз все замечательно. И мы видим, что первое условие выпало. Следующее условие состояло в том, что сужение нашей случайной функции ДВС на интервал 0Т должно быть ФТ измеримо. Но сейчас это вообще так, это вообще тактология, потому что ФТ как раз порождены значениями ДВС до момента В. Так что оба условия выполнены, значит такой интеграл определен. Ну и давайте поймем, чему он радует. Понятное дело, что пока что на руках для вычисления интегралов у нас есть только их приближение ступенчественных функций. Ну давайте приблизим. Здесь они напрашиваются тривиатным образом. Мы такую конструкцию с вами смотрели, когда говорили о непрорывных функциях. Ну сейчас можно поступить как. Вот пример ступенчатой функции. Давайте я его обозначу как. Ну W с индексом N от T. Это будет просто сумма пока от 0 до N минус 1. W в точке K поделить на N. А здесь индикатор отрезочка K поделить на N. K плюс 1. Ну понятно, что сейчас такие ступень функций сходятся в льду. В льду сходятся в льду к нашей функции в льду. Но опять же, вот это надо проверять, но это пожалуйста сами. Просто надо написать соответствующую разность и проинтеррировать. Это ну не совсем очевидно. Выкладка, я могу провести. Но просто. Итак, вот эти функции сходятся в льду квадратичном так, как надо. И вот эта случайная величина сейчас хорошая. Она как раз измерима относительно сигмала грибы F в K поделить на N. Так что все сошлось. Ну раз так, то мы можем сказать, что это не есть сейчас. Просто L2 предел при N стремящемся к бесконечности. Интегралов от 0 до T. Здесь WN S D WS. Так вот. Такое равенство у нас появилось. Последний интеграл легко посчитать, да? Последний интеграл легко посчитать. Давайте мы запишем, что получается для такой функции ступенчатой. Значит, это будет вот что. Интеграл от 0 до T. WN S D WS будет равен сумме по K от 0 до N минус 1 WK поделить на N умножить здесь будет такое WK поделить K плюс 1 поделить на N минимум T минус WK поделить на N минимум T. Мы такую выплатку с вами проводим. Вот так вот. Что же того выйдет? Ну вот здесь можно применить такой интересный прием для вычисления соответствующих соответствующих сумм. Вот. И давайте мы его сделаем. Я что? Я сюда добавлю и вычту вот добавлю давайте попробуем добавлю и вычту значение WK плюс 1 поделить на N вот я хотел бы так поступить вот ну и давайте подумаем я просто думаю можно это выкладывать совсем простой сделать вот не очень хорошо давайте так я во-первых сделаю эту выкладку при т.р. равном единичке чтобы оно не путалось у нас под ногами вот и во-вторых поступлю вот так я возьму два выражения первое выражение АН это будет сумма до Н-1 зато здесь стоит W в точке К плюс 1 поделить на N ДУ-В К плюс 1 поделить на N минус ДУ-В К поделить на N вот а теперь я напишу сумму и разность этих каждой что получится если я если я напишу если я напишу АН плюс БН равно давайте посмотрим что получится у меня получится каждый раз сумма умножить на разность это на самом деле это на самом деле просто разность квадрата то есть это будет сумма пока нуля до Н-1 здесь будет стоять W от К плюс 1 на N в квадрате минус W от К на N в квадрате вот ну а если я теперь напишу ВН минус АН то это будет сумма пока нуля до Н-1 здесь стоит такая вещь W К плюс 1 поделить на N минус W К поделить на N в квадрате ну вот с первой суммой вообще проблем это просто W от Единицы в квадрате а вторая сумма благополучно сходится благополучно сходится к единице на самом деле она очень близка к характеристике вот вы помните если бы я по странам условно от ожидания была бы характеристика но здесь очень близко к тому пожалуйста вот это сами в среднем квадратическом сходится к единичке но раз так то понятно что сейчас АН сходится к 1-2 W от Единицы в квадрате минус 1-2 вот АН сходится к дуговой от Единицы в квадрате к 1-2 дуговой от Единицы в квадрате плюс 1-2 Украинская ну вот мы выяснили нам вот это нужно мы выяснили чему равен наш интеграл в точке единица я думаю будет совершенно неудивительно если в точке Т мы поставим там просто Т это понятно похожее вычисление проводится да кстати обратите внимание здесь как раз очень ярко видно как меняются пределы интегральных сумм когда мы работаем со случайными функциями и в помине нет того хорошего свойства которое мы наблюдали в интеграле Риммана от выбора точки на отрезке в которой мы рассматриваем значение под интегральной функции как видите существенно меняется ну этот предел нам пока не нужен нам нужна вот эта часть и так мы пришли к выводу что вот такой процесс вот такой процесс у нас мкг от 0 до t w s ds 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 это на самом деле 1 2 t в квадрате минус t попало вот вот так замечаем что это действительно мартин но вот у него уже интересная характеристика вот если взять его характеристику в s d s в момент t то согласно нашей общей теории которую мы с вами проверяем у нас получится здесь что получится интеграл от 0 до t ds в квадрате ds вот так выглядит сейчас характеристика этого мартингала и у нас с вами на сцену выходит впервые нетривиальный мартингал с недетерминированной характеристикой да предыдущие примеры как бы у нас детерминированная характеристика появлялась вот ну вот мы какое-то такое вычисление провели ну какой тут может быть следующий шаг можно конечно попробовать вычислить кратный интеграл вот то есть не просто двойной тройной интеграл и так далее но здесь процедура перехода к пределу ступерстой функции она успешна но потребовала бы от нас некой дополнительной работы поэтому мы сейчас пойдем с вами немножечко другим мы попробуем понять вот как бы сейчас можно было устроить более широкий класс мартингалов с помощью действия функций то есть вот сейчас мы попробуем понять вот что а что если мы имеем дело со стопластическим интегралом скажем от 0 до 3 f от s d w s и мы на него действуем функции f пускай f будет хорошей функцией но все равно возникает вопрос можно ли то что получилось переписать в терминах просто стахистических интегралов ну быть может обычных интегралов то есть вот хотелось бы научиться то что получилось записывать f от 0 плюс интеграл от 0 до t чего-то там t s плюс интеграл от 0 до t чего-то там t w s вот так вот ну надо сказать что когда я вот так написал уже это должно вызывать какие-то восхожения почему ну потому что если бы у меня здесь стояла гладкая функция давайте вспомним что было бы в этом случае обычный анализ f от интеграла от 0 до t h от s t s ну просто в силу формулы ньютона лейкоса это f от 0 плюс интеграл от 0 до t f вот интеграл от 0 до s h от r df так и умножить на h от r на h от s ds да ну как-то так я здесь что сделал воспользоваться тем что производная вот этой функции по t это просто f от нею самой умножить на интеграла по верхнему пределу это вот это h тем самым а дальше я применил формулы ньютона лейкоса да вот то есть если бы здесь был просто интеграл по s ну то и был бы в правой части тоже один интеграл по ds здесь один интеграл по dv а в правой части вон я написал целых два почему я это сделал ну на самом деле я это сделал по той причине что пример у нас уже есть давайте посмотрим на пример у нас есть очень простой но показательный пример который скажет что здесь что-то должно быть давайте на него посмотрим итак у нас есть очень простой пример вот этой формулы где подинтериальная функция f от тождественной единицы вот давайте на самом деле этот пример мы с вами уже сегодня получили я напишу вот такие f тождественная единичка сейчас а f от x это просто x квадрат вот давайте посмотрим значит что же у нас получилось что я должен был тогда f от интеграла от 0 до 3 f от s d это то что у меня стоит здесь слева то что у меня стоит здесь слева равнялась dvt в квадрате так а мы с вами только что записали его в виде суммы интеграла ито и интеграла под ито да я напоминаю это просто равно это просто равно что там будет ну у вас в конскректе оно есть я уже записываю просто ответ так как оно получается ну 0 потому что здесь 0 я вам не пишу здесь стоит t плюс интеграла 0 t здесь двоечка появилась да ws dws о вот так и давайте я еще для полноты для полноты картины получившуюся здесь t перепишу как интеграл от 0 до 3 что получится вот что такая вещь интеграл от 0 до 3 здесь 2 Ws dws плюс интеграл от 0 до 3 единицы ds вот так что мы видим следующую вещь что когда мы решили попробовать записать такую формулу как писали в обычном анализе гладкая функция от интеграла то сейчас написав гладкую от стахастического интеграла от интеграла и это по венеровскому процессу для очень простых для очень простых и функций и под интегральной функции мы получили интересный ответ мы получили все-таки сумму двух интегралов один это интеграл это тот который мы построили с вами и вторая вот добавка такая появилась вот ну вот тут возникает такая мысль как же в общем случае поступать может это такой неудачный пример вот как бы ошибка эксперимента а на самом деле все будет хорошо вот а если это все-таки что-то существенное то что же там писать вообще в общем случае вот ну вот как бы с этим нам предстоит разобраться в следующий раз вот так что давайте на этом на сегодня остановимся и в следующий раз будем уже разбираться с тем как такая формула должна выглядеть на сегодня все спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание